Всем здравствуйте! Добро пожаловать на канал Таро Юлия Петрова. Я сегодня приветствую вас на своем канале на YouTube. Я очень хочу сделать для вас расклад. Времени достаточно мало, но хочется все-таки порадовать вас раскладом. Я знаю, что очень многие его очень сильно, очень ждут. Девочки, сегодня мы смотрим с вами на мысли мужчины о вас в данный день, в данную минуту. Да, загадайте, пожалуйста, своего красавчика, подумайте. Колода у нас сегодня выглядит вот так. Посмотрите, сосредоточьтесь, подумайте, сконцентрируйтесь, например, на мужчине, на его образе мысли, пожалуйста, все соберите. Пусть они будут направлены на данного человека. Я хочу его мысли сегодня считать о вас. Давайте начнем с сигнификации ваших отношений на сегодняшний день. Сигнификация ваших отношений. Ну, вы, в принципе, идете в позиции женщины любимой. Это то, что я здесь вижу, наблюдаю в данный момент. Но у вас есть момент либо паузы, либо точки, да, потому что каждый сейчас находится по свою сторону баррикад. То есть здесь достаточно несформированные отношения. Вы знаете, это как бы вот есть предметы или жидкости, которые наливают форму. Они становятся, например, в стакан воду наливают. И получается, что стакан, да, получается из воды. То есть здесь совершенно нету формы отношений. Здесь совершенно нету понятности какой-то и конкретики. Здесь абсолютно семерка мечей, которая говорит о том, что, может быть, тот, кто из вас, да, здесь поставил точку в этих отношениях, в отношениях либо паузу, да, здесь этот человек из вас, он понял, что он сделал большую ошибку. То есть это был самообман такой, да, немножечко как будто бы происходит такое вот замещение, да, вещей. То есть вы где-то с какой-то стороны пытаетесь вроде отношения эти закрыть или мужчина пытается. С другой стороны, это какое-то полное закрытие от самого себя, да, то есть человек сам с собой здесь не согласен. Может быть и ваша такая позиция, может и мужчины, но вы здесь идете в королеве кубков, мужчина фигурная карта мне не выходит. У меня здесь идет карта справедливости возле вас, где вы, в принципе, решаете, как дальше пойдет ход этих отношений, независимо от того, кто оставил здесь точки, паузы и тому подобное. Потому что именно вы здесь решаете, кто будет и как будет дальше идти дело, потому что женщина здесь выбирает, ну, как, в принципе, везде в природе женщина выбирает, но не все мужчины, видать, это понимают. Мы с вами говорим об отношениях цикличных, об отношениях, в которых есть паузы, восстановление, паузы, восстановление, точка и восстановление, да, то есть отношения, в которых есть циклы. Давайте дальше посмотрим, что скажет оракул здесь про ваши отношения еще, собственно, по сигнификации, что здесь видно. Ну, ваши отношения, скорее всего, это отношения, в которых есть все-таки спирутальная часть, это могут быть обряды, магические воздействия, простите, как позитивные, так и негативные, как, например, воздействия в плане отвязки, привязки, рассорки, да, что-то вот в этом плане, потому что кто-то здесь все-таки обращался, здесь есть спирутальная часть. Либо вы, да, занимаетесь какими-то спирутальными, возможно, вещами, которые вас укрепляют, это медитации, это аффирмации, это расклады, это ритуалы, это какие-то, может быть, познания глубокие, эзотерические, которые вам дают, открывают новые грани этой жизни, новые грани отношений, и вы уже на данный период времени, как бы, скажем, видоизменили свою тактику и подход к жизни. И следующее, это, конечно, ангел ночи, который говорит о том, что ваши отношения, они достаточно, ну, скажем, они достаточно часто приходят вам на ум обеим в ночное время суток, в вечернее время суток, может быть, вы часто ночью переписывались, общались, может быть, у вас были разговоры, встречи какие-то ночные, или просто ночью часто думаете о данном человеке, да, то есть, как бы, последнее время приходит он на ум в ночное время суток, давайте смотреть на его мысли о вас, ну, вот, давайте прям сегодня, его мысли о вас сегодня. Мы будем градуально смотреть, как я всегда смотрю, так что весь расклад будет информативным, поехали. Его мысли о вас сегодня. Так, выпадает десятка мечей, он понимает, что мужчина вас полностью теряет, девчонки, абсолютно нету никакого сомнения, что здесь отношения рассыпаются, разваливаются, у кого отношения восстанавливаются сейчас, отношения замечательные, великолепные, этот расклад будет не ваш, здесь будет расклад для девчонок, у кого очень большие проблемы в отношениях с этим человеком, кроме того, знаете, что у данного человека сейчас идут реальные разрушения, которые связаны с вами, это разрушения, которые действительно здесь связаны и со здоровьем, и с, возможно, карьерой, и, возможно, здесь с какими-то вашими, я не знаю, может быть, какие-то человеку поставили границы, где вы для него очень много значили, да, и вот как бы место это опустело, то есть человек понимает, что без вас и нету дальше никакого смысла это все продлевать, то есть первый ряд карт абсолютно весь выпадает в таком негативе на самом деле, что его мысли о вас, он понимает, что разрушение идет, что, возможно, он сам все разрушил, да, человеку хотелось пойти дальше по-новому в каком-то другом ключе без вас, да, но здесь ничего не получается, здесь башня, здесь наоборот только вот как бы обрыв за обрывом, оползни, да, земля из-под ног уходит, все как-то ломается, и здесь появляется очень серьезная проблема, на самом деле человек здесь чувствует разрушенность не только в ваших отношениях, но и внутри себя, и это ночные бессонницы, которые его точно так же мучают, я так могу сказать вам уже навскидочку, что даже вот этот ангел ночи, это мужчина о вас сейчас по ночам думает достаточно много, потому что здесь карты очень откликаются, дальше что он о вас думает, ну, давайте говорить о том, что в вашей жизни, почему-то вот все очень радужно и интересно, я думаю, последние два расклада на канале 2 Юлия Петрова прямые эфиры, даже в эфире мы смотрели похожее, вот такая вот идет трактовочка энергии, энергии, потому что здесь у вас как будто есть возможности, предложения, у вас открываются двери, вы здесь себя хорошо чувствуете, у вас все хорошо, и высшие силы здесь вам в подмогу, и семья здесь у вас как бы поддерживающая, я не знаю, что вы рассказывали человеку о семье, но он видит, что вас поддерживает ваш род, ваша семья, ваша компания, где вы находитесь, близкие для вас люди, где вы не одна, да, то есть вот как бы и у вас высшие силы дают вам очень большую поддержку, вот опять у вас идет карта девянации, карта гаданий, человек понимает, либо знает, да, по факту, что вы гадаете на него, либо он чувствует, что вы узнаете о нем, да, но человек очень чувствительный, мужчина непростой, кстати, я хочу вам сразу сказать, он сам умеет, возможно, привязывать без каких-либо посторонних людей к себе, потому что вы будете там, допустим, думать, вспоминать о нем непонятно почему, такое тоже может быть, так, и вторая карта, это, знаете, это карта выносливости, карта выносливости, это вам дает выносливость, да, вот ваши какие-то знания эзотерические, ваши практики эзотерические, они дают вам выносливость, вы, может быть, смотрите расклады на каком-то канале, которые из вас делают достаточно уверенную в себе личность, где вы получаете поддержку, где вы получаете опору, где у вас реально откликается что-то, да, я очень надеюсь, что я со своей точки, так сказать, а могу тоже для вас как-то в позитиве поучаствовать в данной ситуации, еще и по мысли о вас сегодня, очень много и серьезных достаточно мыслей, вы куда-то двигаетесь, вы спешите, безостановочно идете по жизни, да, то есть у вас нету времени на разборки, он, может быть, даже считает, что вы очень легко сдались здесь в отношениях, легко дали ему свободу, может быть, да, или легко отпустили данного человека, и даже человек сомневается, были ли вообще у вас чувства к нему, потому что здесь очень легкий, очень быстрый отход, возможно, вы даже уезжаете, переезжаете, меняете стиль жизни, меняете работу, меняете окружение, друзей, меняете тип поведения, и, возможно, даже какие-то, да, вот в социальных сетях выкладываете совершенно не характерные вам посты, да, то есть как бы вы участвуете в каких-то мероприятиях, которые для вас, ну, как бы вообще никогда не были интересны, то есть человек видит ваше развитие, вашу открытость к миру, и вы, ну, как бы стремитесь куда-то, но человек здесь думает о том, как можно проявиться, подать знаки внимания, сказать, что Васька жив, Васька жив, надо внимания, очень сильно хочется здесь сказать, что, как бы спасательный круг можно надеть обязательно мужчине, вот, ну, мне кажется, девочки, по картам вы тут этот спасательный круг не собираетесь надувать ни разу, вот, никаких лодок и шлюпок, как Титаник называется с этим, как его, с Капитаном уходит на дно почему-то, вот так вот, понимает мужчина о том, что надо переключаться в работу, слишком много о вас мысли, надо отключиться, как-то уйти от этого, да, поменять немножечко вот этот подход, потому что с вами здесь очень сложно сосредоточиться, да, то есть очень тяжело с вами здесь прийти в себя, и какие-то эмоции здесь приходят на ум, которые абсолютно, ну, не дают вас забыть, ну, человек здесь постоянно вспоминает, хотя он всегда пытался закрывать от вас свои территории, да, то есть не рассказывать вам о себе, или о своей личной жизни, или о своей семье, то есть вас к себе не подпускал, это не из тех людей, кто будет торопиться, знакомить с друзьями, с семьей, с родственниками, если вы были в семье, то это человек, который будет делать так, что вы будете избегать контакта с людьми, да, что у нас идет на Оракуле, на Оракуле у нас идет, конечно, карта мудрости, ваша мудрость, ваше умное какое-то поведение, где человек ожидал от вас какой-то экспансии, что вы будете проделывать путь через терник звездам, будете бороться за свою правоту, где вы будете высказываться или что-то о нем говорить, да, нести какие-то сплетни в массы и тому подобное, но вы этого решили не делать, здесь вы обладаете достаточно высоким уровнем мудрости, житейской практики для того, чтобы не заниматься подобными вещами, у вас нету здесь какого-то вот такого вот такой потребности, скажем так, для того, чтобы здесь удовлетворить свое эго и сказать, чтобы все вот сказали, что я молодец, да, вот такой подход вам не интересен, я здесь такого не вижу. Хорошо, что он о вас думал за последнее время? Самые часто посещаемые мысли, ух ты, что тут выпадает? Ну, это чувства, конечно, это даже не мысли. Его одиночество очень сильно прижимает здесь, очень сильно на него имеет влияние, значение, очень тяжело этому человеку быть одному, он человек пары, он привык быть с кем-то, он привык кому-то сливать там, да, свою информацию, на данный момент такой огненный мужчина остается в луне, это самая сложная позиция для человека, который остался один, который остался никому не интересен, не нужен, возможно, даже здесь двойка кубков идет, это больше к чувствам, да, о вас, то есть к вам, вернее, чувства, да, это карта силы, это чувства, которые здесь переполняют, это там, где очень сильные эмоции, это там, где есть страсть, да, больше, очень такая тоскливая идет ситуация здесь, и два туза, два туза, это очень интересная, между прочим, позиция, а самое главное, возле каких карт они падают, вот вы должны понять, что вот эти два туза, это как бы, что над человеком всегда властвовало, он вообще такой двухсторонний, я бы сказала, да, немножко хамелеон у вас, потому что с первой точки зрения он человек страсти, и иногда кажется, что ему кроме страсти ничего в принципе не надо, да, кроме вот этого движения, с другой стороны, вот как бы он себя показал и продемонстрировал свои чувства к вам, и вы точно знаете про его чувства, и вы всегда не могли понять, что из этого правда, что из этого вычленить можно, но это идет в комплекте, это и чувства, и страсть, и сила, которая тянет к вам, и эта страсть, она и есть вот тот самый здесь показатель того, что человек идет в трансформацию, потому что страсть у него частенько побеждает, это не только страсть сексуального характера, это страсть высказаться быстренько, да, нетерпимость что-то сказать, да, вот его мысли о вас, что он здесь думает, он нетерпелив, он понимает, что надо делать выводы, надо вот так не делать, как я делал раньше, да, это какие-то быстрые поспешные решения, о которых он потом жалеет, то есть у человека нету вот какой-то логической цепочки, а в чувствах он весь в чувствах, он очень сильно здесь умеет любить на самом деле, это человек, который, ну, скажем, такой эмоциональный, достаточно высокий здесь уровень эмоций, что еще он думал о вас за неделю, последние дни, неделя, самые такие важные, острые, горячие мысли о вас, ну, горячие только сказала и сразу дьявол, вы знаете, человек понимает, что вот он как бы и хочется и колется, и мама не велит здесь, конечно, очень хочется и проявления, а с другой стороны, а с чем я приду, как лопух здесь, да, абсолютно, да, который, а лопухом мы что делаем, да, все понимают, кто был когда-то в детстве и рвал лопухи для особых целей, понимаете, вот, поэтому я вам хочу сказать, что здесь карта дьявола по пятерке пентакли, это карта, которая говорит о том, что человек привязывается, что человек понимает, что за этим ничего не стоит больше, он вот тянется к вам, а что он вам дает, это какие-то треугольники, это какие-то разбитые сердца, это какие-то здесь постоянные конвульсии у него, он то такой, то сякой, вы понимаете, и здесь идет именно женщина как в ключе заключительного аспекта, то есть последнее слово за вами, вы тут последнюю точку ставите, вы ставите здесь последнее слово, вы здесь будете говорить последние слова, которые повлияют на эти отношения, ну и, конечно, десятка жезлов, двойка пентаклей, здесь смотрите, как интересно выпадает на самом деле, да, что выбрал-то не то, так старался, так пыхтел, так из себя выходил, доказывал что-то, доказывал, потом выбрал то, что выбрал, и, скорее всего, это были не вы, и я хочу сказать, что не сильно тут он и доволен своим выбором, вот какие-то мысли у него такие, да, так, что оракул говорит по мыслим здесь, ну, он до сих пор вас чувствует, этот человек, да, он говорит о том, что у вас очень сильная связь, здесь показана эта связь, и не зря вот эта тяга такая идет прям бесконтрольная, да, к вам, и это постоянные любые дороги, которые ведут к вам, то есть он даже если будет заводить новые отношения, он будет искать что-то от вас в следующих отношениях, то есть здесь на самом деле все очень интересно, еще самые такие болезненные мысли, давайте посмотрим за последние дни о вас, ну, манипуляции не работают, не пускаете вы уже тоже в свои какие-то горизонты, и он закрытый до сих пор, вот как а было, так и есть называется, да, но он боится, что вы где-то найдете человека, который будет вам императором, да, его самый большой страх, самая большая болезненная мысль это то, что либо у вас есть уже мужчина, либо он боится, что этот мужчина появится, и у него совершенно никаких шансов больше не будет, он понимает, что вы открыты к новому общению, он понимает, что у вас есть какие-то связи, что вы с кем-то общаетесь, что у вас есть какая-то поддержка, общение, да, с кем-то еще, вы слишком выглядите достаточно уверенной женщиной, а для него уверенность это значит подтверждение со стороны, что ты хорошая, ты молодец, да, то есть это его, скажем так, момент, взгляд, да, на ситуацию отношений, то есть для него он как бы формат вот отношений, вот эту вот какую-то печать, переносит со своей жизни на вас, да, и думает тоже о вас, так как думает он о себе, о своей жизни, понимаете, о чем я говорю, но здесь он достаточно закрытый, это как было с самого начала отношений показано, так и до сегодняшнего дня, человек закрытый, человек не открывается, сколько уже прошло времени, неизвестно здесь, да, потому что человек очень много здесь манипулирует, очень много юлит, очень много здесь как-то показного, напускного, вот такое, и что у нас еще из болезненных мыслей, да, идет о раку, страх перед новой жизнью, да, перед новой жизнью, либо страх остаться одному, потому что без вас-то тоже страшно жить, понимаете, вот как бы жить без вас, это жить без компании, без хорошего совета, без рекомендации, и куда идти неизвестно, и он пытается здесь отвлекаться, уходит в работу, да, для того, чтобы вот эти вот мысли не крутить в голове, хорошо, совет от карт для вас, совет от карт у вас идет императрица сразу, то есть вы даже тут императрица, рядом идет Паш, если у вас есть дети, заниматься нужно детьми, рекомендация заняться детьми, вкладывать всю свою энергию, любовь в детей, в племянников, да, в родственников, братьев, братьев наших меньших, конечно же, да, и вам надо, ну, как бы, знаете, реализация императрицы, не только работа или там только семья, это вот какие-то еще и блага, да, где вы получаете полные кубки, займитесь тем, что вас радует сейчас в эти дни, и не сидите в мыслях о человеке, который сейчас не действует, это очень важно, потому что это то, что вас сейчас сбивает с толку. А у меня сегодня для вас все, всем спасибо за просмотр, с вами была Юлия Петрова, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вас всегда жду на своем канале на YouTube, всего хорошего, будьте счастливы! Субтитры сделал DimaTorzok